Всем привет! Это рубрика «Астрономия для начинающих» и сегодня мы поговорим о засветке неба. Поехали! Партнер проекта AstroChannel – магазин оптических приборов «Планетарий», адрес сайта planetarium.ru. Получи гарантированную скидку в магазине по коду 2016. Вот так наша Земля выглядит из космоса. Красивый у нас дом, не правда ли? И даже эти огни смотрятся весьма привлекательно. Вот только для любителей астрономии они губительны, они убивают наше хобби. Уличные фонари, иллюминация, неоновая реклама – все это убивает звездное небо, поэтому зачастую городской житель не представляет, как прекрасен Млечный Путь. Он просто его не видит. Посмотрите на эти две фотографии. Слева – созвездие Ориона в условиях городской засветки. Справа – тот же Орион, но уже вдали от фонарей. Чувствуете разницу? Слева, кстати, не самый худший вариант. Тем, кто живет в деревне или небольшом поселке, в каком-то смысле повезло, ведь у них над головой иногда бывает настоящее темное небо. А если в вашем населенном пункте, в вашем городе 200 тысяч жителей или более, то ловить здесь практически нечего, если вы любитель астрономии. Да, у начинающих не всегда есть возможность проводить астровыезды, поэтому наверняка первое наблюдение вы будете проводить в городе. Тем более, что планеты наблюдать здесь вполне возможно, а вот с дипскаем дело обстоит сложнее. Как только вы окажетесь за городом со своим телескопом, понаблюдаете в него, то поймете какая большая разница между городским балконом и темными полями нашей необъятной Родины. Вы увидите шикарный Млечный Путь, усыпанное звездами небо, невооруженным глазом будут заметны галактики М31 и М33. Впрочем, зачем я это все вам рассказываю? Просто съездите и убедитесь сами в этом. Естественно, главным эпицентром засветки является город. Если мы отъедем от него всего на пару километров, то засветка не пропадет, но станет чуть слабее. Чем дальше от эпицентра, тем темнее и тем лучше небо. Главное, чтобы на этом пути нам не попадались новые очаги засветки. Известный любитель астрономии Джон Бортль даже придумал специальную шкалу качества неба от 1 до 9, от идеального до ужасного. Оцените, в каких условиях вы живете. Естественно, мир развивается, агломерации разрастаются, иногда даже сложно сказать, где же вокруг моего города нет этой засветки. И вот тут любителям астрономии на помощь приходят специальные карты засветки. На них разными цветами отмечен уровень цветового загрязнения, от белого до черного. Где белый, там ад, для любителя астрономии. Где черный, соответственно, рай. И заметьте, никакого расизма. Ссылку на карту засветки я оставлю под этим видео. Используя ее, вы можете найти для себя оптимальное место для наблюдений. Но, естественно, все нужно проверять вживую на местности, потому что может оказаться так, что по карте засветки все отлично, а там какой-нибудь фонарь будет светить вам в глаз. Кстати, хочу дать вам домашнее задание, чтобы вы сразу научились пользоваться этой картой. Рядом со своим местом жительства найдите серую зону засветки. А в комментариях напишите, как называется ваш город и в скольких километрах от него находится серая зона. Надо сказать, что не только астрономы ругаются на засветку. Многие экологи уже давно бьют тревогу. За последние 70 лет засветка возросла многократно. Посмотрите на примере Соединенных Штатов Америки. Впечатляет. А ведь искусственное осветление неба влияет на цикл роста многих растений, мешает ориентации насекомых, ведущих ночной образ жизни, сбивает с курса перелетных птиц. И это далеко не все. Вот поэтому в мире проводится акция «Часть Земли». Как бы кто к ней не относился. Вот поэтому в мире создаются специальные национальные парки, в которых нет фонарей и нет паразитной засветки. И в частности, поэтому человек хочет спасти планету Земля от самого себя.